Всем большой привет! Привет, мои хорошие! Всем мира и добра! Добро пожаловать на мой канал! Я, как обычно, стою напротив окна, снимаю не по правилам съемки. Ну что ж поделать? Помыла голову, искупалась, собрала волосы, они сейчас еще немножко влажные. Вот, и пока буду с вами краситься, буду с вами болтать, жду гостей, ну как обычно, ничего нового, ничего не меняется. Беру вот такой вот лососевого оттенка, персикового, ладно, не будем сравнивать с лососем, чтобы скрыть вот тут вот синячки. Ну это чисто цветокоррекция. Вот. После вчерашних посиделок, что-то стало сегодня утром, как-то тяжеловато, тяжеловато, опять все опухшее. Вроде бы я не пила, но как-то на меня это тоже подействовало. Вот. Ну вот видите, вчера настроение было немножко мукбанк снова. Как-то заставлять себя я не хочу. Вот эта носослезка меня прям бесит. Не знаю, что с ней делать. А это все от того, что когда-то много плакала. Не плачьте, девочки, не плачьте. Вот такие следы потом остаются от слез. Ну, жизнь заставила. Пришлось. Напишите, как у вас дела, как погодка. У нас дожди льют. Сейчас должна прийти в гости тетя, которую я не видела уже, наверное, года три. Она мне по укрови не тетя. Она мне не родственница. Это вообще близкая подруга моей мамы. Но я ее всегда зову тетя Лена. Вот. Сейчас я буду делать мой любимый Биби от Миша. У меня в оттенке номер 21. И смешивать буду с кремом. Я так, кстати, частенько делаю. Просто беру крем, сколько мне надо. Вот, видите. Побольше даже нанесу. Это, конечно, выглядит не очень эстетично. Эстеты можете, конечно, перемотать. Но, блин. Это зато очень натурально смотрится. Вот. И сюда же я капаю, сколько мне надо. Ну, вот. Одно нажатие делаю. Биби-крем. Потом смешиваю это вместе с кремом. И наношу, как обычный крем. Ну, так. Все легко и просто. Все просто и легко. Не надо ничего усложнять. Видите, вот такая жижка получается. И эту жижку очень легко нанести. Просто размешать. И нанести, как крем. Вот и все. Потому что я не хочу какого-то видеоэффекта, что как будто на лице что-то есть. Тут буквально несколько минут оно подстроится все под цвет кожи. И все будет чики-пики. Ой, я спонжик-то не намочила, блин. Ладно, буду как-то так руками справляться. Давайте сегодня попробуем сделать макияж руками. А, тени-то как наносить? Ну-ка, смотрим в зеркало. Ну, в зеркале прямо отлично. Но так как я стою напротив света, вам будет немножко отсвечивать. Но ничего. Я потом покажу, как это все смотрится естественно и натурально при дневном свете. Все хорошечно. Дальше, наверное, румяшки сделаю. У меня это от фирмы Шик. Ой, здесь осталось немножко продукта. Вот видите, получается ваше лицо, ваша кожа только чуть-чуть лучше с эффектом такого блеска изнутри. Мне очень нравится. Чего я так вздыхаю? Я решила вам пожаловаться. Дело в том, что у меня завтра тоже будут гости. Если тетю Лену я очень хочу видеть, то завтра гости, которые будут. Но это просто... Это наглость. Мое второе имя называется. Потому что они приезжают всей семьей на свадьбу. Приезжают в Москву на свадьбу. Каких-то там их родственников. Ой, это тоже много нанесла. Что же делать? Буду такое пятно делать. И наносить точечно прям. Много-много. Много-много получилось. Прям вот под скуловой костью. Мне это руками растушевать не получится. Все-таки нужен спонжик, чтобы он в себя некоторую часть продукта взял. Сейчас я спонжик намочу и вернусь. Все, мои хорошие, я вернулась. Прямо отсюда тоже остаточки возьму. И растушую. Мне, кстати, я вот в ванной в зеркало посмотрела. И тут в зеркале настолько классный эффект, когда вот так с кремом смешиваешь. Тоналку там или BB-крем. Такое невесомое, легкое покрытие получается. Мне очень понравилось. Все. Немножко сюда, немножко на носик. Немножко на глаза. Так. Я знаю, что многим из вас нравится, когда я вот так вот с вами немножечко крашусь, немножечко болтаю о Томасе. Хотела, кстати, обсудить с вами одну тему, один вопросик. Я его не выписала, скрин не сделала. Ну так, по памяти. Процитирую по памяти, так сказать. Вот меня спрашивали насчет родственников. Ну, не насчет моих родственников конкретно, а вот если, допустим, нету какого-то какой-то близости, нету душевного родства с кровными родственниками, нужно ли с ними общаться? Когда чувствуешь, что после общения с ними тебе плохо, у тебя утекает энергия, ты как-то себя неважно чувствуешь, и вообще у вас нету общих интересов, общих тем для разговора. Вот. Какой-то такой вопрос был. Сейчас я вернусь. мне нужно найти тенюшки одни. Вот они. Очень люблю этот люкс-визаж. Матовый тинт, жидкие тени для глаз, т, т, т. В оттенке, в оттенке, в оттенке. У меня 104 оттенок. Что я делаю с ними? Так, это та кисточка. Вроде бы та. Я тоже наношу все сначала на руку, потому что очень они пигментированные. Я сначала перевожу их на руку и отсюда уже набираю кисточкой, потому что иначе это будут сразу пятна. У меня даже видите от того, что сегодня проснулась такая опухшенькая. Аж глаза заплыли. Века заплывшая. Но ничего. Это в течение дня пройдет. Главное сегодня не бухать, но я не собираюсь. Так, это мне надо в зеркало подсматривать. Вроде хорошо получается. Так. Все вроде ровненько. И еще чуть-чуть этот глаз подкрасить. Вы скажете, почему вот это гостья приходят, ты красишься, остальные приходят, ты не особо красишься. Ну, у меня это все от настроения зависит. С темы на тему умею перескакивать, да? Так вот, касательно этого вопроса. Очень интересный вопрос, и он заставил меня задуматься вообще. Потому что, ну, как вы знаете, у меня с родственниками не очень отношения. Ну, в плане, я их, конечно, очень люблю, уважаю, я им очень благодарна. но вот такового, такой душевной близости, которой бы я хотела, такой близости нету, общих интересов. Ну, мы на мир смотрим по-разному, у нас разный вообще менталитет, как будто бы, хотя, вот мы с сестрой, мы в одинаковых условиях воспитывались, нас воспитывали одни и те же люди, но мы абсолютно разные, вот как небо и земля. от чего это зависит и нужно ли вообще общаться. конечно, у вас позволяет совесть, так сказать, ой, тени упали, ладно, потом подниму. Если вам позволяет совесть, так сказать, если у вас нету стереотипов, что там обо мне скажут, что подумают родственники и так далее, то конечно вы можете сделать выбор того, выбор в ту сторону, чтобы не общаться ни с кем. И это я считаю, что осуждать в этом случае не нужно, потому что каждый человек живет один раз. И если ну вот так вот сложилось, что ну не получается, не находите ни общих интересов, не чувствуете родства, то зачем себя как бы насиловать, да, зачем сквозь силу общаться с этими людьми. Можно поддерживать отношения, можно там поздравлять с праздниками, и я считаю этого достаточно. Вот. Ну, разграничить и общаться только по каким-то таким вот поводам. И все. Если, конечно, вы в европейской семье, потому что ну, судя по моей семье и по моему окружению, я выросла в такой достаточно патриархальной семье, где чтят традиции, устои. Я могу сказать, что моя семья, вот традиции моей семьи, они остались еще где-то, блин, в 18 веке. Я все время с этим борюсь. Я не то, что борюсь, я всю жизнь с этим наперекор иду всем, но от этого я как-то более счастливой не становлюсь. Понимаете, тут надо либо полностью обрубать связь, полностью, на что у меня был выбор в моей жизни сделать это, но я не решилась. Жалею ли я? Скорее, нет. Потому что все-таки я воспитывалась и выросла в кавказской семье, с кавказским менталитетом и поэтому у нас как бы это не принято. И более того, я знаю очень много девчонок, которые откровенно говоря, терпят. Терпят побои, терпят унижения. Карандашик сделаю. Вот. Мне кажется, если у вас есть выбор, то вы вольны делать так, как вам удобно, так, как вам нравится. А родственники они, наверное, потом поймут, что нужно как-то идти на компромисс, искать общий язык, общие интересы. Ой, не знаю, это какой-то очень сложный вопрос. Вот, что вы думаете по этому поводу? Вот, буквально вчера у нас разразился спор. Я хотела сказать скандал, но нет, это больше спор. Потому, что мужчины у нас как говорят, типа, если женщина, если женщина, если девушка познала больше одного мужчины, то все, с этой женщиной не надо иметь никаких дел. Это типа уже испорченная, чуть ли не шалава. Я говорю, постойте минуточку, а вам, то есть, то есть, как бы вы нормально смотрите на то, что мужики гуляют направо, не налево, а женщинам все всегда запрещено. Я, знаете, в своей семье какой-то борец, борец за справедливость. Мне всегда хочется справедливости. Почему у нас женщина во всем обделена? Почему на женщине столько ответственности, столько всего? Вот элементарно сейчас гости придут. Приготовь, будь с ними любезна, накрой на стол так, чтобы потом о тебе говорили не раз, что ой, какая ты хозяюшка, какая ты там, как ты круто, классно готовишь. И все в этом духе. на губы делаю масло для губ, оно бесцветное, это от фирмы Clorans. Просто придает небольшой блеск и увлажняет губы. Мне намного больше нравится, я матовую помаду, я вообще не люблю. И так сушат губы. красотема. На чем я остановилась, то, что на наших женщинах великий груз ответственности, и никто это не ценит, никто спасибо не скажет. Почему-то мужчины считают, что так и должно быть. Я вот это терпеть не могу. Когда особенно сидим за столом, и ты как официант какой-то тебе только подай, принеси, подай, принеси. А потом даже спасибо никто не скажет. Так, чуть-чуть надо в бровки реснички немножко. Тэнс-тэнс. Ой, ладно, это я отвлеклась на свои темы больные. Я всегда борюсь за права женщин, за права девушек в кавказском обществе, потому что вы знаете, что у нас сексисты, я вообще даже не знаю, есть ли в мире кавказские феминистки, потому что я я, конечно, не феминистка такая прям ярая, но я за права женщин, за то, чтобы у нас было больше прав и свобод, как и у мужиков в кавказске. Знаете, что это, им все можно, а нам все под запретом. И плюс вот эти все традиции. Надо постоянно следить за своим языком, не так, что сказала, не так, что подумала. Я это так не люблю. Вот, кстати, завтра гости, которые придут, они именно из такой серии. то есть они приезжают на свадьбу, но нет, чтобы снять гостиницу. Они будут ночевать у нас дома, представляете? Потому что им жалко отдать там какие-то три, ну, четыре тысячи, ладно. Отдать, ты спи спокойно. Нет, блядь, надо прийти именно к нам домой. Ненавижу таких людей, просто ненавижу. Столько вздохов, ахов. Ну, что поделать? Вы скажете, что ты не уйдешь, почему ты все это терпишь. Ребят, знаете, сколько раз я пыталась уйти? Лет с 15 я все время сбегала из дома. Просто я вам многое не рассказывала, но были такие моменты в моей жизни, что я не знаю, надо потом будет книгу написать о том, как надо мной издевались. Нет, ребята, меня все время возвращали со скандалами, все время манипулировали. То у них инфаркты, инсульты, без меня жить никто не может. Все у них сразу болит, все сразу в больницы попадают. лишь бы, понимаете, лишь бы никто ничего плохого не подумал и не сказал про нас. Вот так. Не, ну, есть, конечно, девчонки, которые посмелее. Ну, я, видимо, слабый человек. Раз я позволяю над собой издеваться, раз я все это терплю, как мне говорят, что, типа, если ты это терпишь, значит, ты не хочешь уходить. Но они понимают всей сути. Что ж, поделать, это их право, право так думать. так, вторая тушь мне нужна. Сейчас внизу подкрашу. Пойдем с вами, сядем, поболтаем. Да, краситься, конечно, и смотреться в телефон это то еще удовольствие. Ну, я подглядываю тут в зеркало. Надо тушь уже менять. У меня завтра сестра родная из Дубая приезжает. Я там заказала кое-что. Может, покажу вам потом в видео. Так, что теперь, что теперь? Я теперь румяшки хочу. Сейчас я найду их. Вроде бы все разложила, как мне надо. удобненько. Чтобы можно было все найти. Нашла. Какие румяшки. Немножко поверх. Не хочу никакой не контуринг. Ничего. Просто румяшки. Все. Я даже брови трогать не хочу. Не буду. Блин. Опять у меня эта тень упала. Тенюшка. Так, в принципе, все. Давайте сейчас садим и поговорим. Ну, что, мои хорошие, вот так у меня получилось. Волосы распустила, пускай сохнут. Спрашивали, кстати, про диффузор. Я диффузором сушу волосы, но не в летний период. я в одном из видео показывала, как покупала фен. Вот. Кстати, я один купила, он мне не понравился, пошла поменяла тут же и купила второй. По-моему, у меня сейчас ровента. Ну, обманывать не буду. Потом вам покажу, когда буду как-нибудь укладывать волосы. Вам покажу. А так мне нравится, когда высыхает естественным путем. Ой, не надо ничего делать. Вот. На чем мы с вами остановились? Кстати, посмотрите, как лицо верливается. Немножко потом блеска сядет. На чем мы с вами остановились? Так вот, по поводу родственников, семьи и так далее. Понимаете, мы не выбираем, в какой семье родиться, в каком месте родиться, с какой внешностью, какой национальности и так далее. Это вот данность, которую, если человек в силах изменить, допустим, если ему не нравится его окружение, если он в силах изменить, он это как-то берет и меняет. Ну, я считаю, что есть испытания, которые должен пройти человек. И вот нередко, особенно у людей моего поколения, которые выросли в очень тяжелые времена, голодные, так сказать. Нередко очень много психологических травм, связанных именно с самыми близкими родными, с родителями, я имею в виду, с братьями, сестрами, если не было родителей, то там бабушки, дедушки, кто воспитывал. Времена были тяжелые, конечно, и по большей части наши родители сами не знали. Они не были настолько начитаны, как мы сейчас, наше поколение. Они не знали столько всего, сколько знаем мы. Поэтому их тоже, знаете, обвинять так голословно я считаю, тоже неправильно. Что же касается вот если есть выбор, я говорю, если есть выбор, то да, лучше посадить своих родных, как я это называю, на карантин, посадить, не общаться какое-то время, и потом спустя какое-то время понять, а есть ли вообще общие темы соприкосновения, есть ли душевная какая-то близость, стоит ли продолжать общение. Это все покажет время. Ну а что касается девушек, которые как я, в таком восточно-гавказском менталитете выросли, причем вот знаете, что самое обидное, когда ты едешь, допустим, в Армению, откуда я роду, там этих традиций уже давно никто не придерживается, но почему-то люди, когда выезжают за пределы своей страны, своей родины, бывшей родины, они как-то стараются очень стараются, чтобы сохранить все, как там было, хотя в самой этой стране там далеко уже, знаете, как-то революция какая-то произошла, нравственная, далеко уже не придерживаются этих правил, которых я просто терпеть не могу. Вот, допустим, сейчас приезжают эти гости вместо того, чтобы сказать, вот, допустим, моей маме, вместо того, чтобы сказать, ты знаешь, извини, но я не могу стеснять своих дочерей, да, чтобы, ну, потому что они, когда приезжают на ночевку, получается, что нужно им выделить спальные места, а как выделять спальные места, нужно, значит, нам как-то утесняться, почему-то никто об этом не думает, не соблюдаются, вот, лично я, я бы сказала, я бы своей границы как-то отстояла, ну, вот, моя мама не может, потому что, ну, как, ну, это же родственники, они потом скажут тем родственникам, а те родственники другим родственникам, и все, и с нами не будут общаться, потому что мы такие плохие, мы отказали, люди издалека едут, я говорю, люди издалека едут, но, наверное, должны как-то рассчитывать, почему мы, когда куда-то едем, мы заранее продумываем, где мы будем жить, чтобы никого не стеснять, снимаем, нету гостиницы, снимаем квартиру, ой, не знаю, не знаю, это все, больной вопрос, накипел, ну, и я знаю примеры лично из моего окружения, когда девчонки, ну, поверьте, у многих, у многих очень плохие отношения с родителем, и вот моя подруга лично она, поработав с психологом, причем они совместно пришли к этому выводу, она перестала общаться с мамой и сестрой, посадила их на карантин, как я говорю, наверное, года два они вообще не общались, мать периодически звонила, поздравляла там с праздниками, но поздравляла как, ой, я тебя поздравляю, но у меня тут деньги закончились, дай мне денег вообще, пришли мне денег, ну, вот в таком ключе все было, она старалась игнорировать, с сестрой вообще не общались, там, по-моему, даже три года с сестрой не общались, ну, потому что сестра такой нарцисс, еще, это просто никому не пожелаешь, вот, и только через некоторое время, когда вот прошел этот карантин, когда они поняли, что все друг с другом могут жить, никто не умер, никто никуда не делся, только через некоторое время, с мамой через два года, с сестрой через три года, они начали общаться, но уже на условиях, вот, моей подруги, уже на ее условиях, и уже соблюдая границы, не переходя на личности, ну, то есть, нормальное человеческое общение получается, нет, они даже не ищут никаких там общих интересов, стараться даже не нужно, вот, я поняла свою ошибку, что я всю жизнь пыталась как-то показать им, что есть другой мир, что люди по-другому тоже могут жить, что не обязательно, не обязательно тратить свою жизнь на драйни, мытье полов каждый день, только из-за того, что сейчас кто-то придет и улечит тебя, в том, что ты какая-то грязнуля, да плевать вообще, плевать, я столько раз пыталась это объяснить моим родителям, я столько раз пыталась сказать, что, ну, это неправильно, это некультурно, а потом до меня дошло, что, ну, блин, не изменится, ничего не изменится, я могу изменить себя, и могу изменить, там, мою будущую семью, моих будущих детей, я надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, Ашотик, если ты меня слышишь, Ашотик, я тут, я тебя жду, давай, давай, приходи, Ашотик, лирическое отступление, на самом деле шутка, так вот, я могу поменять эти правила и устои, эти все традиции, только в своей семье, и начиная с себя, а пока я на их территории нахожусь, я как бы связана по рукам и ногам, вот как-то так, но если у вас есть выбор, и если вам тошно с этими людьми, если, ну, ну, никак, нету никакого душевного соприкосновения, то, я считаю, мучить ни себя, ни их не нужно, ну, вот лично мое такое мнение, да, конечно, родные, есть родные, вот, кстати, тетя Лена, которая сейчас ко мне придет, у нее, по ее судьбе, можно тоже книгу писать, когда-нибудь, когда-нибудь, я расскажу и свою историю, ну, вот, у тети Лены вкратце, вышла замуж, она по наставлению родителей, за человека, к которому у нее особо не было чувства, да, он ей нравился, но она его не любила, она любила другого человека, но родители заставили, ну, с советским тем менталитетом, заставили выйти замуж именно за этого человека, а этот человек, как оказалось, выяснилось потом уже через 10 лет, что он все 10 лет жил на две семьи, и, как вам сказать-то, это выяснилось очень как-то резко, и мы тетю Лену спасали, в буквальном смысле, потому что она закрылась у себя дома, включила газ на всю комфорке, и пыталась, ну, так скажем, отдать Богу душу, я не буду говорить, потому что это слово на YouTube запанит, вот, и мы ее в буквальном смысле слова спасли, она нам до сих пор за это благодарна, потому что если бы не мы, не знаю, что бы там было, и вот этот ее муж бывший, я просто пытаюсь подобрать слова, чтобы не ругаться матом на него, мало того, что он жил со второй женой, там заделал еще ребенка, у них с тетей Леной был, был и есть сейчас сын Антон, причем мы с ним просто, мы обожали друг друга, но мы все детство провели вместе, это такой солнечный, добрый мальчик был, ну, просто, и потом что-то, вот как-то подменили его, отец и его родные начали, там, науськивать его, скажи плохо про маму, в общем, он через свои связи, так как он работал в ФСБ, он через свои связи, все сделал, отобрал у нее квартиру, единственную, в которой они жили вдвоем, это совместно нажитое имущество было, отобрал машину, которую ему подарили ее родители, представляете, да, какой сюр, это все, потому что у человека были связи, потому что он работал в ФСБ, ему все было позволено, это на минуточку, у тогдашних, ну, сейчас это не прокатит, но тогда законы в России были такие, что, к сожалению, да, это можно было провернуть, и он отобрал ребенка через суд, потому что судья, его лучший друг, что вы хотите, отобрал ребенка, ребенок не общался с матерью, я вам скажу, ему было 10 лет, когда забрали от матери, он был такой счастливый, типа, о, я буду с отцом жить, ты мне не нужна, против нее так настраивали сильно, хотя он болел очень сильно, у него что-то с почками было, она с этим ребенком по каким только больницам не ездила, где только не была, лечила его, у него специальная диета была, ему, блин, очень многого было нельзя, очень, просто все дышали над ним, только чтобы он не заболел, только чтобы у него все было хорошо, его отобрали, когда ему было 10 лет, а сейчас ему уже 32, и он только 2 года назад начал снова общаться с матерью, сколько, 30, ну, получается, 20 лет он не общался со своей мамой, только потому что науськивал отец, он, наверное, вот сейчас в осознанном возрасте, кстати, сейчас он актер, сейчас снимается в каком-то сериале, я потом вам скажу название этого сериала, но вообще он такой красавчик, я на него смотрю и думаю, где же тот Антон, Антошка, с которым мы бегали, он сейчас такой серьезный, актер такой классный, ну, в общем, год 2 назад, да, как раз они, кстати, у нас дома и помирились, а все почему, потому что он начал заниматься с психологом, потому что там тоже психика поломанная полностью, он начал заниматься с психологом, и психолог ему сказала, что, ну, обязательно нужно общаться с мамой, если мама адекватная, если мама нормальная, если мама не психопатка, не нарцисс, там, убитый какой-то, не истеричка, а тетя Лена у нас очень хорошая, но мы с ней по характеру очень похожи, она такая же добрая, мягкая, такая же отзывчивая, вот как и я, они всегда с мамой шутили, что я должна была быть дочкой тети Лены, а не моей мамой, потому что у меня мама очень жесткая, властная такая, вот и у тети Лены тоже мать такая властная, и говорит, вот что я, получается, всю жизнь себе разрушила, только послушав родителей, и выйдя замуж за этого идиота, ну, вот, судите сами, как говорится, ну, он 20 лет не общался с мамой, через 20 лет до него дошло, что он же был ребенком, он же не мог критически оценивать, он был еще, ну, реально таким маленьким ребенком, за которым все ухаживали, все тряслись, боялись, не дай бог, что-то не так, потому что у него серьезная болезнь тогда была, вот, прожив столько лет с отцом, он понял, что он все время как-то однобоко, с одной стороны все слушал, одну точку зрения только знал, но не знал, каково и его матери, и вот они начали общаться, и он понял, насколько он большую ошибку совершил, и сейчас он, ой, простите, и сейчас он не может общаться со своим отцом из-за этого, нет, но они общаются, но осадочек остался, он говорит, вот я от того времени, 20 лет, да, уже прошло, я уже не верну тех моментов, когда мне очень нужна была мама, а отец мне не мог дать этих моментов, ну вот как-то так, поэтому думайте сами, решайте сами, но ошибок, как-то вот городить сразу, сжигать мосты, и говорить, что все, обрубать, не общаться, я считаю, это тоже неправильно, должны быть какие-то разумные пределы, разумные границы, ладно, мои хорошие, заболталась я тут с вами, мне очень интересно ваше мнение, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете вообще по всему этому поводу, а я пошла, ну в принципе, готовить уже ничего не надо, там все готово, просто осталось их дождаться, а может покажу, может поснимаю, что там мы наготовили, да так, особо-то не готовили, просто салатик, курочку, курочку в духовке, картошку, и все, у тети Лены, кстати, потом все хорошо было, ну как хорошо, у нее сейчас три сына, и все такие красавчики, просто писанные, красавцы, это младшего сына, крестная получается, моя мама, у Максика, вот, если она будет не против, я ее тоже поснимаю, если против, то тогда уж извиняйте, ладно, наболтала я вам тут, надеюсь, вам нравится такого типа видео тоже, спасибо, что были со мной, люблю вас, ребят, хочу вам показать вот такую вот мозаику, пазл, мы собирали с сестрой целый вечер, на самом деле, это очень сложно, мозги нужно включать, чтобы это все собрать, потому что вот эти все фигурки, они в виде разных животных, птичек, животных, там, вот, собрали за один вечер, прикольненькая такая, стол номер 22, почему, надо говорить, потому что у нас каждый день столы, значит, когда звать попроют, вообще продумки не будут, 20 секунд накроют, это что за салат, это, мимоза, не надо, так ты же готовил, мимоза, еще когда фотографии, еще молодые, это же моя фасоль любимая, я же ее так в Абхазии ела, я говорю, мне ничего не надо, только фасоль, и дома сготовила, и они говорят, начинаются, да, ну что, товарищи, ждем крестную, вот и все, все будет нормально, ты видна, Марин, все, отошла, ты видна, опять, а ты что делаешь, две подружки, закадычные, а где Мочин, пизда, или перешиваешь ватсапе, мне живут, можно проуче, комментировать, мои действия, я не могу, а что у тебя ухо-то в одном, тернуто, зачем тебе, надо мне, это наушники, надо мне, это наушники, у кого портится, тот переживает, у меня ничего не портится, портится, а что там-то, тринька, это, стоять еще раз, на руках мае, что-то, тринька, еще раз, давай, тринька, тринька, какой-то, там и все, два, aves, и все, десятки, и все, Субтитры сделал DimaTorzok